Добрый вечер, Гомель. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 342243. Сегодня поговорим об армии. Дело в том, что для вооруженных сил Республики Беларусь нынешний год юбилейный. На 2018-й выпал ряд знаменательных дат военной истории нашей страны. Так 23 февраля мы торжественно отметили столетие белорусской армии, а вот столько же исполнится на днях 8 апреля и военным комиссариатом Республики Беларусь. Ну, согласитесь, это отличный повод поговорить о новом призыве, о наших призывниках, ну и вообще об имидже нашей белорусской армии. Мы ждем ваши телефонные звонки 342243. Нам, знаете, интересно любое ваше мнение. Можете также оставить его в Вайбере. Телефон вы видите внизу экрана. Ну, а я начинаю эту программу вместе с психологом Людмилой Тутыниной. Людмила, добрый вечер. Очень рада видеть тебя в нашей студии. Спасибо. Вот как ты думаешь, точнее догадайся, что у меня в руках? Ну, я могу предположить, что какой-то документ. Люда, это повестка в военкомат, которая вот многих парней и их родителей пугает. Вот так вот прямо радикально мы начинаем передачу с повестки, да? Дело в том, что вот мне вот интересно твое мнение, как ты считаешь, почему вообще призыв в армию для многих современных вот мужчин, молодых мужчин является все-таки стрессом сегодня? Ташенька, ты правильно сказала, что призыв пугает, да? А на самом деле этот ребенок, это детятие уже запугано своими очень часто родителями задолго до того, как пришла эта повестка. Армии пугает. Говорят, что там обязательно с тобой что-то сделают, да? Тебе не нужно идти в эту армию, тебе нужно очень хорошо учиться в школе, чтобы потом не пойти в армию. То есть у нас есть... А, ну в принципе, да, да. Правильно? Логика такая. Это то событие, которое для мужчины, которое нельзя миновать, это примерно то же самое, как для почти каждой женщины родить ребенка. То есть ты не можешь миновать этот процесс, да? Ты не можешь обойти этот процесс, потому что так положено. Вот смотри, воин, да? Воин, который защищает свою родину, свою семью. Это всегда во все времена был человек, который достоин был самых лучших качеств, да? И сегодня одни готовы служить родине, другие пытаются как-то избежать всеми правдами и неправдами, ну, скажем так, жизнь в казарме, и все тяготы этой армейской службы. Ну, вот как ты считаешь все-таки, почему? Наташа, но наши призывники, они же не живут где-то на необитаемом острове, правда? Это продукт нашего общества, нашей, ну, скажем, наших каких-то... Нашего комфортного общества. Нашего комфортного общества. Поэтому ничего удивительного, что одни, которые готовятся в течение, ну, скажем так, своей молодой жизни к этому событию, они рады этому событию. А если ребята рыхлые, как я говорю, напомаженные, в лосинах, проводили всю свою сознательную жизнь в клубах и были не готовы, ну, для них, конечно, это кошмар, Наташа. Смотри, вот в семье появляется мальчик, бабушки, дедушки, вместе с родителями, да, они хотят воспитать достойного, сильного, крепкого мужчину. И вот смотри, вот тебе дается возможность. Армия. Ну, разве это не один из этапов становления такого вот настоящего мужчины? Может быть, нам, женщинам, кто-то скажет, легко об этом рассуждать, но мы тоже матери, и поэтому, ну, в принципе, знаем, о чем говорим. И вот мне что интересно, что бы ты посоветовала семьям, которые сейчас смотрят нашу программу, которые вот в эти дни получают такие повестки? Наташенька, это событие, которое обязательно должно произойти, и оно обязательно произойдет. Еще до нашей эры один римлянин умный сказал, хочешь мира, готовься к войне, да? Хорошо, чего мы хотим? Мы хотим мира, и мы живем в мирное время, но кто должен, к чьими руками должен быть обеспечен этот мир? Вот сейчас кто обеспечивает этот мир? Но эти же люди, извините меня, рано или поздно уйдут на покой, должна же быть замена. А кто это замена? Это кто-то откуда-то прилететь должен в нашу республику Беларусь? Или это те, кто живет в республике Беларусь? Конечно же, это те дети, которые, вот как мы сейчас говорим, которые находятся в семьях. И с самого раннего возраста мы должны в мужчинах воспитывать. Кого? Мужчин. И, конечно же, воин – это одна из его не просто обязанностей, да? Это святая обязанность, Наташа. Людмила, спасибо, ты прям все разложила по полочкам. Дорогие друзья, вот стоит ли молодым людям бояться армии? И вообще, так ли страшны эти полтора года, как их молюют? Сегодня мы поговорим об этом более подробно с нашими гостями, которые совсем скоро появятся в нашей студии. А пока я хочу познакомить тебя, Людмила, и наших телезрительницей с участницей очень популярного в нашей стране фестиваля армейской песни «Звезда». У нас даже такое есть. Да, вот прямо сейчас на «Беларусь-4» поет молодая, красивая, очень талантливая Юлия Мастич. Встречайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну а как такой судьбой? Не гордиться! Нам бы в верности такой поучиться! Не гордиться! Журавли вдов напрасно! Субтитры Алексею Дубровскому! В такой телевизионной версии, скажи, пожалуйста, вот с этой песней «Не будите журавлей», которая на самом деле пробирает, вот что называется, до мурашек, до костей. Я знаю, что ты отличилась на этом фестиваля, ты отличилась на этом фестивале и получила даже там специальный приз жюри. Расскажи, чем ты, расскажи, чем ты так очаровала? Сама песня бесподобно, поешь бесподобно, для тебя, наверное, вообще неожиданно это было. Специальный приз за профессионализм и оригинальность. Мне кажется, достойно. Я не ожидала, что как раз-таки за профессионализм, поскольку профессионалом я себя уж точно не считаю. Оригинальность, возможно, да, поскольку помогали мне мои коллеги. Это был очень красивый антуражный танец в исполнении ансамбля эстрадного танца «Ассорти». И они мне тоже помогли передать вот накал эмоциональный и то напряжение, те эмоции, которые я хотела передать этой песне. Действительно, она мне тоже очень дорога и она очень... А ты специально для конкурса ее начала исполнять? Или в принципе... И вообще расскажи, как ты попала на этот конкурс? Она была в моем арсенале и... Вот мне нравится вот терминология – в арсенале. И похожих песен о любви к родине, военно-патриотических песен у меня достаточно много, поскольку армейская тематика, к которой я также и отношу как раз-таки, военно-патриотические песни, песни о любви к родине, они всегда мне были близки. И, возможно, это еще со школьных лет началось, когда моя учительница по вокалу очень любила тоже такие песни, и она старалась нам дать именно такой репертуар. Поэтому, когда я узнала о том, что в Гомельской области проходит этот конкурс, то, конечно же, я решила в нем поучаствовать, тем более, что подходящие песни, как мне казалось, были. Скажи, пожалуйста, а какое отношение... Потому что наши зрители уже наверняка ждут ответ на этот вопрос. Какое отношение? Такая красивая, молодая девушка имеет к армии? Ну, тоже, можно сказать, творческое отношение. В моем кругу есть определенные друзья, товарищи, которые являются военнослужащими, но вместе с тем они очень творческие ребята, и мы вместе с ними поем на различных площадках, выступаем на культурно-массовых мероприятиях города и области. Юля, ну что, мы будем ждать с нетерпением телевизионную версию этого конкурса, твое участие в нем. И, знаешь, вообще конкурс – это хорошая тема, и, в общем-то, традиционно она и для нашей программы. И самое время, наши зрители уже ждут, я знаю, объявить конкурс, вопрос конкурса, наш сегодняшний программ, раз мы говорим про армию. Я думаю, что вам, девушки, этот вопрос понравится, думаю, нашим зрителям тоже. Дорогие друзья, вот как вы думаете, что же происходит, когда солдат спит? Ну вот, кто первый правильно ответит на этот вопрос по телефону 34-22-43, получит сегодня пригласительный билет на двух человек на выставку живописи «Земля и небо». Уникальная выставка открылась на днях во дворце Румянцевых Паскевичей. Кстати, в 2015 году эта выставка белорусской художницы Светланы Ноздрин-Плотницкой экспонировалась в Санкт-Петербурге. Поэтому посмотреть на эту выставку живописи, я думаю, много желающих, но получит этот пригласительный тот, кто первым ответит на вопрос. 34-22-43, напоминаю вопрос нашего конкурса, что же происходит, когда солдат спит? Вот Людмила, она уже знает ответ, потому что задумалась, и мне кажется, Людмила, ну ты терпение, терпение, не выдавай тайну. Но знаешь, какая у меня сейчас мысль, да? Очень символично то, что передачу про армию, да, начинает женщина, да, и говорят о патриотизме, говорят об армии, говорят... Три женщины, я бы сказала. Да, это уже общественное мнение, правда? Ну да, я считаю, что если бы такой разговор хотя бы иногда происходил в каждой семье, пусть это будет спорный разговор, но пусть какая-то рождается истина. По крайней мере, я надеюсь на это и сегодня в нашей программе. Дорогие друзья, напоминаю, тема прямого эфира. Я бы в армию пошел, и нам очень интересно ваше мнение о службе в армии. 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию, пишите в Вайбер, участвуйте в нашем конкурсе. Вот, кстати, мне подсказывает, уже есть телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Я хочу высказаться по поводу призыва в армию. Давайте познакомимся и выслушаем вас. Как вас зовут? Осипова Альбина Петровна. Слушаем вас внимательно, Альбина Петровна. Я хочу сказать так. У меня было шесть братьев и отец. И все, все служили в армии. Отец инвалид. Был на войне, и все. Я думаю, что если сейчас, как вот кто-то пишет там, что должны быть мужчины, которые добровольно... Извините, мне 70 лет на сегодня. Дети растут. Кто же нас будет защищать, если мы сейчас добровольно? Вы же видите, что добровольно у них только планшеты в голове и компьютеры. Кто будет защищать нас, молодых детей наших, внуков наших? Это вообще даже... Вот я не могу даже высказать. Это мне не... Спасибо вам большое. Ставление поднимается от этого, как пишут такой глупости. Спасибо вам большое за ваше мнение. Вы... Вы знаете, вы даже не представляете, насколько оно важно для нашей программы и для всех зрителей, которые вы сейчас услышали. Это даже не только мое мнение. Я знаю, сколько сама разговаривала со знакомыми и все, и сказали, как можно ставить вопрос, служить или не служить в армии. Даже видела какую-то программу, что пишут, давайте будем придумывать, как нам в армии откосить. Что значит откосить? Вы же хлопцы. Что значит откосить? Спасибо вам большое. Как родители воспитывают своих детей? Да у меня внуку сейчас 11 лет. Ой, мы сегодня с ним рассматриваем вопросы. Как учатся и танки с ним рассматриваем. И как он будет учиться дальше. И как пойдет в армию. Как это можно родителям говорить? Не ходи в армию. Спасибо. Спасибо большое. Но вы знаете, по традиции нашей программы у нас конкурс. Может быть вы попробуете ответить. А, уже к сожалению человек разволновался. Но такое мнение. Наташа, смотри, еще одна женщина позвонила. И о чем она говорит? Все как эмоциональный человек. Кто будет нас защищать, женщин? Кто будет защищать детей? Так сложилось традиционно. У нас есть гендерное различие. У нас есть мужчины и женщины. Женщины рожают, сидят с детьми дома. А мужчины зарабатывают деньги на жизнь и идут в армию. Защищают, правда? Я вот хотела бы еще раз напомнить нашим зрителям, что у нас есть вайбер. У нас есть телефон 34-22-43. Это телефон прямого эфира. Вы можете оставить любое свое сообщение, свое мнение на эту тему. Сегодня мы говорим про армию. Я бы в армию пошел. Так приблизительно звучит тема нашей программы. Вы знаете, вот есть уже первое сообщение от зрителей в вайбере. Причем они такие разные. Вот Игорь, он пишет, где в Беларуси престижно служить и как туда попасть. А Константин спрашивает, как узнать перечень заболеваний, с которыми не берут. В армию, да? То есть, все-таки, да, мнения разделились. Мне кажется, нормально. Дорогие друзья, вот сразу после рекламы в этой студии появятся военные комиссары, которые ответят на эти и другие ваши вопросы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим об армии и разыгрываем пригласительный билет на выставку живописи «Земля и небо» во дворец Румянцевых и Паскевичей. Итак, мне подсказывает, у нас есть телефонный звонок. Сейчас, я надеюсь, мы услышим правильный ответ на вопрос, что же происходит, когда солдат спит. Дорогие друзья, мы слушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Конечно, служба идет. Служба идет. Ну, конечно, это, конечно, служба идет, да. Ну, такой шутливый был вопрос, шутливый конкурс, чтобы немножко разрядить обстановку. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Михаил. Михаил, вы выиграли приз. Это первый пригласительный билет на двоих человек во дворец Румянцевых и Паскевичей. Там проходит сейчас уникальная выставка живописи «Земля и небо». Поэтому приглашаем, что называется. Скажите, пожалуйста, а какое у вас отношение к армии? Служили ли вы? Если можете ответить. Нет, вы знаете, у меня сын собирается служить, поэтому... Так, и как вы... Вы как бы... Вот как вы, только честно, откровенно. Мы все равно вас не видим. Ну, скажите, и вас никто не видит, но слышит. Скажите, вот как вы считаете? Вы как бы его спокойно отправляете в армию? Да, да. Вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, конкурс продолжается. Еще один вопрос, такой, ну, по-женски, да? Зададим вопрос про армию. Какой предмет у солдата предназначен для приема пищи в походных условиях? Вот мне интересно, Люда, ты знаешь ответ на этот вопрос? Только не отвечай сейчас, просто подумай. Да, знаешь. Итак, дорогие друзья, какой предмет у солдат предназначен для приема пищи в походных условиях? 34-22-43. Еще один пригласительный разыгрываем на выставку живописи и продолжаем нашу программу. Ну, на самом деле, напоминаю, что мы сегодня говорим об армии и своеобразными такими контрольными точками, все-таки по которым можно судить не только об отношении к армии, но и о ее состоянии, и о ее боеготовности. У нас всегда были призывные кампании. Вот о том, как же проходит весенний призыв, чем он отличается от предыдущих, и с какими вообще проблемами сталкиваются сегодня военкоматы при наборе молодого поколения, расскажут наши гости. Я хочу пригласить в эту студию военного комиссара Гомельской области, начальника Гомельского гарнизона, полковник Андрей Владимирович Кривоносов. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Очень рады видеть вас в нашей студии. Присаживайтесь. И военного комиссара Мозырского, Ельского и Наравлянского районов. У нас в гостях полковник Виталий Викторович Кабраль. Добрый вечер, Виталий Викторович. Вы знаете, очень рады видеть вас в нашей студии. Вот вы слышали за кадром мнение наше, мнение зрителей, мнение психолога Людмилы Татынина. Людмила считает, например, что армия должна для того, чтобы повысить ее престиж, она должна очень быть открыта, чтобы было понятно, чем там занимаются солдаты, как ими руководят, как их воспитывают. Ну, вот мне просто интересно, Андрей Владимирович, согласны ли вы с такой позицией, и что вообще по-вашему надо сделать для того, чтобы армия, она вот не вызывала страх и ужас у призывников и их родителей? Я полностью согласен с Людмилой в том плане, что армия должна быть открытой. Конечно, это не должен быть аквариум, в который все смотрят, когда хотят, где хотят и все. Есть определенные моменты, когда этого делать не надо. Но всегда показывать о том, чем живет солдат, как он достигает своего профессионализма, это наши люди должны знать. Потому что мы должны быть уверены, что мы, или вернее, нас защитит вот именно этот боец, который на сегодняшний день служит в армии. Спасибо. Мы продолжим разговор о престиже армии и о том, как поднять этот престиж. Но у нас есть ответ на вопрос нашего конкурса. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Анатолий. Анатолий. Давайте еще раз для всех наших зрителей напомним вопрос. Какой предмет у солдата предназначен для приема пищи в походных условиях? Ну, у меня предположительно, но здесь должно быть вообще-то три вещи. Ну, назовите одну, но самую главную. Вдруг она победит. Ну, давайте назовем ложка. Ложка. Ну, вы знаете, у нас несколько другой вариант. А какие еще у вас есть варианты? Ну, еще. Так, что еще должно быть в походе у солдата? Ну, это железная кружка такая. И так. А может быть, еще какой-то есть один? Ну, и железная тарелка. Ну, вообще, вот вроде бы правильный набор, но все это находится вот в одном... Разрешите, я просто-напросто скажу, чтобы все запомнили, что главное для приема пищи в любых условиях. Подождите, мы сейчас откроем тайну. Надо знать просто, просто надо знать. Алфавит. К-Л-М-Н. Кружка, ложка, миска, ножик. Все. Все. Я вот хочу задать вопрос Андрею Владимировичу. Вы считаете, этот телезритель правильно ответил на вопрос? Я бы тоже так ответил, но... Ну, у нас был другой немножко, да. У нас немножко другой, как бы вы ответ предложили. Я с ним не согласен, поэтому я показал вот так вот. Понятно. Вам будет, я надеюсь, специальный приз. Да. Вы знаете, спасибо вам большое за этот телефонный звонок, но все-таки конкурс продолжается. Еще раз хочу напомнить, это один предмет, который обязательно нужен солдату для того, чтобы принимать пищу. Без него просто никак. Вот в походных условиях он есть у всех солдат. Поэтому 34-22-43 мы ждем ваш вариант ответа. Пригласительный билет на выставку живописи во дворец Румянцевых-Паскевичей достанется автору правильного ответа. Ну, а мы продолжаем разговор. Итак, престиж армии. Вот что, можно ли говорить сегодня о том, что служба в армии, она становится опять престижной. Вот что показывают ваши призывы, наши призывы, вообще последние? Знаете, разрешите, я отвечу. Когда мы говорим о престиже армии и когда мы говорили об открытости нашей армии, в первую очередь надо не забывать о том, что престиж зависит от оценки со стороны общества. И вы очень правильно заявите, наш СОСУМ создает понимание того, как мы относимся к армии. Начиная с детского садика, потом в школах, в институтах, преподаватели, которые преподают в школах, и заканчивая уже теми сознательными гражданами, которые призываются в вооруженные силы. И вот если каждый из них, понимая, что он гражданин Республики Беларусь, именно понимание гражданства и верности Родине, патриотического воспитания каждого самого в себе, оно создает понимание необходимости службы в армии. А что на самом деле происходит? Что показывают призывные кампании? Вот у вас, например, в Мозыре есть. А на самом деле сегодня мы наращиваем тот потенциал, который был успущен в результате развала Советского Союза. Женщина, которая очень красивые и правильные, такие от души слова говорила, она поколение Советского Союза. Когда люди в армию шли, и было стыдно не пойти в армию. Потом, вы все прекрасно помните 90-е, и сейчас мы восстанавливаем это. И надо отдать должность, что с каждым годом растет и количество военно-патриотических классов, и количество граждан, которые задают вопрос, как попасть в элитные войска. И уменьшается количество тех же граждан, которые уклоняются от призыва на военность. Ну, мы об этом поговорим чуть позже. Мне, Андрей Владимирович, очень интересно ваше мнение, вот какой он современный призывник. Ведь сегодня все чаще можно услышать, что молодежь не та, не такая. Кого-то пугают планшеты, кого-то лосины, да, у нашей молодежи. А что скажете вы? Она действительно немножко другая. Она менее физически и психологически подготовленная. Я помню наши все игры. Где мы были? У нас шла там одна передача по телевизору, которая в вечернее время только идет. И куда мы шли? Мы шли все время на улицу. А на улице у нас был стадион, на улице у нас был двор. Мы играли там и в войну, и в казаков-разбойниках, и во всякие разные подвижные игры. И мы уже были готовы, играя в эти игры, идти в ту же самую армию. Мы там делали все то же самое, только по-настоящему. Физическая подготовка, вот что вас беспокоит, я понимаю, да, в наших призывниках? Нет, нет, физическая и психологическая. Призывники привыкли на сегодняшний день, что за них, большинство призывников, что за них кто-то что-то делает. Мамы. Мамы тарелки моют за них, конечно. Мамы в военкоматы звонят, мамы в школу к ним приходят. Я вот заметил одну вещь хорошую, я как отец трех сыновей, как-то я вот взял себе за правило, я все, есть возможность, к счастью, взял за правило все родительские собрания, хожу на эти собрания я. Хотя помню, когда у меня мама на собрание, только мама ходила, но отец служил, не так ему повезло, наверное, как мне, я военный комиссар, имеется возможность иногда прибыть в школу. Отец по командировкам, по полигонам, поэтому ему, наверное, не было времени. Но я хочу сказать тенденцию последнюю, я заметил, все больше отцов приходят на родительские собрания. И я думаю, что вот этот, именно тот потенциал у нас для того, чтобы воспитывать патриота, мужика. Спасибо большое. У нас есть, мне подсказывают, телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся с вами. Да, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Юрий. Юрий, вы знаете ответ на вопрос, какой предмет у солдата предназначен для приема пищи в походных условиях? Ну, я предполагаю, что это котелок. Ну что ж, вы выиграли, Юрий, пригласительный билет на двух человек на выставку живописи «Земля и небо» во дворец Румянцевых Паскевичей. Скажите, пожалуйста, вы сами уже имеете какое-то отношение к армии? Может быть, служили или собираетесь? Нет, ну, придет время, буду служить. Пойдете? Да, да. То есть спокойно относитесь к армии? Ну, конечно. Спасибо. Спасибо вам большое. Андрей Владимирович, вот с 1 апреля начинается весенняя призывная кампания. Что изменилось в системе набора? Может быть, военнослужащих по призыву? Может быть, вообще вот в этом призыве? На что надо обратить внимание? Ну, призывная кампания, как вы выражаетесь, она не в апреле месяце началась. Она с выходом указа президента Республики Беларусь. Начали мы уже ее, целый месяц ее проводим, минимум. Что изменилось в нашем призыве? Да практически мало что изменилось. Почему? Это отработанная система уже многими годами, столетием, которые военные комиссариаты вместе с призывными комиссиями осуществлят. В первую очередь, это воинский учет наших призывников, затем медицинское свидетельство, неопределение категории его угодности, изучение морально-психологических особенностей человека и предназначение его в ту или иную воинскую часть. Отличие этого призыва, как и прошлого, с прошлого призыва мы это начали, у нас сейчас вместо изучения и отбора призывников, которые осуществляли военные комиссариаты, представители воинских частей, в основном это профессионально-психологический отбор, который по трем методикам у нас проводится. Это с помощью компьютера, автоматизации, определенные анкеты заполняют призывники и определяется их нервно-психологическая устойчивость, определяются умственные способности и определяется степень годности к той или иной прохождению службы в той или иной воинской части. Вот в этом-то в основном и особенность. А так все как тысячелетиями, не тысячелетиями, столетиями происходят, так и продолжают. А вот мне интересно, Виталий Викторович, чем отличаются вообще призыв в армию в областном центре, в Гомеле, и, например, в сельской местности, в малых городах? Скажи так коротко, есть отличия или нет? Все так же. Есть отличия. Если брать город Гомель, он большой, и здесь бывают случаи, когда соседи на одной площадке лестничной друг друга не знают. В малых же центрах все знают друг друга, и как только выясняется, что тот или иной гражданин недобросовестно относится к службе в армии, есть возможность повлиять через соседей, через дядей, тетей, через кумовей. И, конечно же, к службе в армии более трепетное отношение. Чем меньше населенный пункт, тем больше друг друга все знают и более трепетно относятся. Вы знаете, вот на эту тему я бы хотела поговорить дальше в нашей программе. Вот мы сказали про малые города. Да, неожиданностью вообще для нашей редакции стала новость, что в Белоруссии появились такие службы, которые помогают, ну, извините, есть такое слово в народе, откосить от службы в армии. Вот в интернете, в свободном доступе, сегодня есть сайты, которые обещают найти законные основания для получения военного билета или отсрочки. Вы знаете, вот когда мы это увидели, вот, например, у меня вот сразу Конституция. Помните, там же написано, что служба в армии, почетное право, святая обязанность мужчин. Вот мне интересно ваше мнение, как вот, в принципе, вы, Андрей Владимирович, могли ли бы прокомментировать появление подобных ситуаций в нашем обществе? И вообще, вот, как-то контролируются подобные явления? Прокомментировать я могу только однозначно. Это коммерческий проект. То есть там изучают специалисты законодательства Республики Беларусь и за деньги продают возможность его применить для того, чтобы, самое плохое, откосить от армии. Вот в этом-то этих сайтов и большой минус. О том, что они предлагают откосить, не выполнить какую-то обязанность. Пусть даже на законных основаниях, но не выполнить. Военные комиссариаты все делают по законодательству бесплатно. Все то же самое, что с вас деньги берут, только мы работаем в другую сторону. Не помогаем откосить, а изучаем документы, определяем законные основания, которые позволяют освободить от службы. А если их нету, то мотивируем этих ребят пойти служить. Вот в чем отличие нас от этих сайтов. Вот я хочу поинтересоваться. Людмила, ты психолог, да? Вот как тебе вообще такое явление в обществе, где, в принципе, мы говорим о том, что мужчина должен служить в армии, вдруг появляется сайт. Там знаешь слоган какой? Типа такой. Хочешь откосить от армии, мы тебе поможем. Вот что-то типа этого. Удивительно. Знаешь, Наташа, мне сейчас на ум пришла такая мысль. В деревне, где жила моя бабушка, там было 33 дома. И во время войны ушло 33 мужика с этих домов. И ни один мужик не вернулся. И были вдовы в этой деревне. И больше никто замуж не вышел. И мне кажется, вот люди, которые стараются откосить, да, они... Ну, это аморально. Это аморально. Это просто аморально в нашем обществе. Понимаете? Аморально по всем канонам. Еще жива память о тех, кто не откосил. Да? И тех, кто защитил нас. А, извините меня, мы сейчас живем что? В мире благоденствия? Что значит откосить? Вот вы мне скажите. Сегодня один мужик откосит, второй, третий, десятый. А кто нас, женщин и детей, будет защищать-то? Я думаю, женщины скоро сами в армию пойдут. Наташ, ну вот как-то. Я считаю, что это аморально. Спасибо. А вы знаете, вот в продолжение темы, недавно Реческий военкомат, он опубликовал в местной газете Днепровец список фамилий призывников, которые не явились в военкомат. Вот сработал ли такой метод? И вообще, что показала эта история о реальных причинах парней, которые игнорируют службу в армии, мы узнаем вот прямо сейчас из первых уст. Я хочу пригласить в эту студию военного комиссара Реческого и Лоевского районов. Это полковник Игорь Денисович Несловский. Игорь Денисович, добрый вечер. Добрый вечер. Присоединяйтесь, да, вот. Телезрители. Присоединяйтесь к нашей компании. И скажите, пожалуйста, это была ваша идея вообще опубликовать фамилии 18 призывников, которые не явились по повестке военкомат? Нет, это была не моя лишь идея. Есть определенная система работы, в которой прописано четко, что надо работать и соответствовать массу информации. Поэтому, значит, родилась такая статья, и в этой статье ничего плохого нет. Ведь если бы внимательно почитали люди эту газету, то там ни одного отказбительного слова... Нет, там просто список людей, которые не пришли. Да. Многие почитали, что я этой газетой разгласил сведения о бакуланистах. Нет. Если внимательно почитать статью, там идет агитация к службе в армии. И в конце мы добавили, что есть призывники, к которым, грубо говоря, мы напоминаем о том, что вам надо прийти в военкомат. Понимаете? То есть какой эффект? Вы просто, грубо говоря, оповестили этих призывников. А, вы их оповестили? О том, чтобы они прийти в военкомат. Ну хорошо. А какой вообще эффект имела вот это мероприятие? Я вам скажу, эффект хороший. Первые сутки два человека сразу появились в военкомате. На последующие трое суток еще один появился в военкомате. И вот сейчас, значит, я общался по телефону буквально позавчера. Вчера, значит, еще два призывника подойдут. Значит, одного призывника отец звонил, сказал, лишний приведет. Вот, ему даже стыдно за это. Вот. А второго, значит, мать позвонила, сказала, что не надо его наказывать. Я прочитала, да, и он придет, как только приедет, заработка с Россией. Вот мне интересно, Виталий Викторович, скажите, как Мозырский военкомат работает со своими уколонистами так же кардинально? И вообще, как вы восприняли вот такой вот метод? Игорь Денисович абсолютно правильно сказал, что эта статья вышла в рамках системы работы по организации проведения мероприятий призыва на территории области. Кроме работы со СМИ и публикации статей о гражданах, которым мы напоминаем о необходимости явки в военный комиссариат, решением военного комиссара может быть ограничено право выезда за пределы Республики Беларусь. Мы во взаимодействии с районными отделами внутренних дел выставляем данных граждан в картотеку ИК-поиск, что позволяет организовывать их розыск на территории всей Республики. Кроме того, идет оповещение в рамках административного процесса по месту их жительства, по месту их работы. И во взаимодействии с районными отделами внутренних дел, районными исполнительными комитетами, районными отделами здравоохранения, мы организовываем розыск и оповещение граждан по месту нахождения. Сегодня весь комплекс мероприятий позволяет с уверенностью сказать, что конституционная обязанность, определенная 57-й статьей Конституции Республики Беларусь, будет выполнена гражданами нашей области. В Мозыре даже еще дальше пошли. Здесь в районной газете опубликовали, а в Мозыре сумели добиться экстрадиции из Российской Федерации призывника, который длительное время уклонялся от мероприятий призыва. И он был приведен в военный комиссариат. Сейчас по нему мероприятие призыва проводится. То есть вот я хотела узнать, а что происходит вот с таким уклонистом, которого вы долго разыскиваете? По закону вообще что грозит? Грозит до двух лет лишения свободы. Статья 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В данной ситуации в декабре прошлого года была экстрадиция из Санкт-Петербурга гражданина, уклоняющегося от призыва на военную службу. Уже было решение суда, но вступило в законную силу. Призывник получил наказание в виде полутора лет ограничения свободы с обыванием в исправительной колонии. И штраф через полтора года. И все равно идешь в армию. То есть каким бы ты ни был уклонистом, ты портишь себе биографию жизни, в результате все равно идешь в армию. Я хотела сказать, общество сейчас требует прозрачности от армии. Но мне кажется, что вот эти шаги, это уже есть элемент прозрачности. Это самое прозрачное, пожалуйста, мы же никого ничего не скрываем. Игорь Дмитриевич, а чего вы оправдываете? Я понять не могу. Вы сделали вот такой поступок, да? И мне кажется, если он эффективен, то просто... Он более чем эффективен, потому что в интернете, на форумах идет серьезное обсуждение. Да, превалирует мнение о том, что как это так распространили персональные данные этих призывников. То есть мысли общественные резонансы. Расскажите мне, а если бы я их поздравил с тем, что они должны выполнить почетную обязанность и приглашаются для этого в военкомат. И то же самое написал. А на это бы они обиделись с поздравлениями. Поэтому надо к этому всему подходить немножко деференцированно. Даже если у вас в подъезде есть неплательщики, или которые не хотят там мусор выносить куда-то, и написать эти фамилии, что это будет неправдой, это будет каким-то оскорблением. Нет, это не будет оскорблением. Это будет напоминанием, что люди кругом выполняют законодательство, а ты почему-то нет. Если ты не хочешь огласки, иди и выполняй его тоже. Андрей Владимирович, а если вот у человека есть какая-то уважительная причина, или он боится по какой-то причине, ну по каким-то, знаете, разным факторам, объективно-необъективно причинам становится этим уклонистом, да? Ну молодые, что-то вот произошло. Ну в принципе, что бы вы посоветовали, вот лично вы делать? Прийти к вам в военкомат побеседовать или как? Тут разные способы. Обязательно самый главный результат это прийти в военный комиссариат. Отправка в войска осуществляется только в течение двух недель. В этом призыве будет это во второй половине мая. До этого все время идут мероприятия, которые готовят к тому, чтобы эту отправку сделать. Если у человека есть уважительные причины, основания законные для того, чтобы получить либо отсрочку, либо быть вообще освобожденным от армии, то он может смело, то там в военкомате это все определится. Возьмем пример от того же Речицкого парня. Боится, да, у него жизненная ситуация тяжелая. Двое детей у него было, он получил отсрочку от призывов в соответствии с законодательством, но один ребенок умер. Один ребенок умер, основания для отсрочки закончились. Естественно, военный комиссариат его вызвал к себе. Парень сначала пришел, а потом испугался, ну или на заработки уехал. А у него на иждивении еще один ребенок от первого брака жены, малолетний еще ребенок, и он боится все это сделать. После того, как опубликовали статью в газете в Речицкой, он или его жена, мы точно это не знаем, они обратились на Тутбай. Корреспонденты Тутбая осветили эту проблему. Естественно, мы ее посмотрели. Не скрываю, мы это смотрим. Мы увидели, что парень дома, утром у него уже были с повесткой сотрудники милиции, он приехал в военный комиссариат, и там ему предложили все возможности для того, чтобы его жизненные эти обстоятельства решили. Ему было предложено, если он будет годен к прохождению военной службы, службу в резерве. Есть такой вид службы тогда, когда это в виде военных сборов проходит, и не надо там полтора года проходить беспрерывно в армии. В течение трех лет он бы по месяцу, другому раз в полгода проходил бы эту службу. Опять же, опять же, что потом произошло. Тутбай напечатали статью, что адекватный военкомат, молодец, но почему он это делает только под давлением? Да под каким давлением? Приди ко мне, я тебе то же самое и сделаю. Потому и расскажу, не буду я незаконно никого призывать. Для этого нас надирает прокуратура, которая каждый призыв проверяет наши основания, кому мы отсрочку предоставили, законно ли мы в армию отправили. И если мы что-то нарушили, то уже к нам, у прокуратуры, вопросы. Спасибо большое, Андрей Владимирович, за вашу откровенность. Игорь Денисович, коротко, что вы еще хотели добавить по этому случаю? Я бы хотел добавить, что многие призывники просто боятся из-за того, что они читают и смотрят не те нормальные официальные газеты и статьи, а читают, ну непонятно откуда, черпают информацию, которая совершенно по-другому гласит. И вот когда они прочитают, у них сразу испуг. Вот если сейчас я приду по повестке, то меня прямо сейчас заберут в армию. Ну так приходите почаще. Нет. Приходите почаще к нам. Это работа. Тут до этого еще надо пройти много... И приглашаю, приходите почаще к нам на нашу программу и рассказывайте. Вот мы эту самую прозрачность и будем создавать. Если можно коротко, давайте ответим на некоторые вопросы, которые люди пишут в Айбере. Правда ли, что за неявку военкомат могут сделать невыездным, спрашивает Артем? Ну это не невыездным, это просто временное ограничение права выезда за рубеж. Если он придет в военный комиссариат, проходить мероприятие призыва, военный комиссар снимает это ограничение и вывешивается в базе, о том, что все нормально уже. Есть от Марата сообщение, если я получил военный билет, меня больше не будут трогать? Если он получил военный билет и ему 27 лет нету, признали его негодным к военной службе в мирное время, то каждые три года до 27 лет он будет проходить медицинское пересвидетельство по той статье, по тому заболеванию, которое у него было. Если оно подтверждается, то он продолжает находиться в запасе. Спасибо. Константин, вот этот вопрос, который был задан в начале программы, как узнать перечень заболеваний, с которыми не берут в армию? Первое, самое лучшее, если ничего не делать, линю, прийти в военный комиссариат, тебе там все расскажут. Второе, это надо выйти в интернет и на сайт нормативно-правовых актов выйти. Есть таблица дополнительных требований к состоянию здоровья, там, где расписаны все статьи, по которым, по какому из заболеваний это все происходит. Ну, еще один вопрос от Владислава не могу не задать. Мне кажется, это такой показательный вопрос сегодня для нашего общества тоже, и с этим надо считаться. Скажите, а какая сейчас политика в армии по отношению к вегетарианцам? Вот этот вопрос интересный. Вы меня чуть не поставили в этот самый, в неловкое состояние. К нам ни разу никто не обращался с тем вопросом о том, что, ну, как мне быть вегетарианцем. Это его дело. Ему будут предоставлены весь перечень продуктов. Там столько рыбы, вы знаете, Владислав, там очень много рыбы, да, Эдуард? А он с них может выбрать. Ну, правда, тогда, когда делать. Ну, вы представьте, если надо готовить на всю воинскую часть. Конечно, решить этот вопрос можно, но надо просто-напросто командиру части эти вопросы задать, и будет перераспределение небольшого этого пайка. Но я вам расскажу другой интересный вопрос. Да, это его убеждение. Служил у меня в разведроте мусульманин, азербайджанец. Ну и что? Выехали мы в поля. Ну, не приехала к нам вовремя кухня. Пайка какая у нас? Тушенка и сало. Вы знаете, в бункере ел, уплетал, только шум стоял. А мы его спрашиваем, как же Махмуд это происходит? А он и говорит, Аллах через бункер не видит. Вот и все вопросы. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Дорогие друзья, вы знаете, конкурс продолжается. Еще один пригласительный билет на выставку живописи во дворец Румянцевых Паскевичей находится в нашей студии. Продолжите, пожалуйста, фразу. Плох все-таки тот солдат, который... Позвоните и продолжите эту известную фразу 34-22-43. Мы продолжаем прямой эфир. Вот с какими трудностями сталкивается призывник, когда попадает в армию. И вообще можно ли подготовиться к этим трудностям на гражданке? Об этом поговорим сразу после рекламы. Я отдыхаю тобою, Беларусь. Тебе исповедаюся и веру. И васильками вышитый обрус Сделю на твой высокий белый перах Мне прозгоды, что у седа одного Их снички-заранички сберкаю Не отлететь от берога твоего Я ластолка твоя берога Да, твоего берога Дай мне проластиться Я твоя белая Белая ластолка Я зараниц твоих Сничка из крыночка Синих крынец твоих Крупля крыльиночка Я за тебя молюсь, Беларусь Молитвой тихой любости и веры И васильками вышитый обрус Сделю на твой высокий белый перах Да, твоего берога Да, твоего берога Дай мне проластиться Я твоя белая Белая ластолка Я зараниц твоих Сничка из крыночка Синих крынец твоих Крупля крыльиночка Мне дать обетячи Плыть облачинкою Быть над твоим плечи Белой густинкою Да, твоего берога Дай мне проластиться Я твоя белая Белая, белая ластолка Я за тебя молюсь, Беларусь Дорогие друзья, Юлия Мастер Человек конкурса армейской песни «Звезда» Сегодня создает нам такое вот приятное настроение в нашей программе Спасибо большое, Юлия Присаживайтесь, пожалуйста Ну, я хочу напомнить, что мы сегодня говорим об армии О весеннем призыве О наших военных комиссариатах И, кстати, дорогие друзья Если кто-то из вас хочет стать участником нашей программы Может быть, в качестве зрителя побывать на Добром вечере Пожалуйста, обращайтесь в нашу группу ВКонтакте Группа «Добрый вечер, Гомель» Там появилась анкета и участника, и зрителя Заполняйте Там же можно всегда найти анонсы наших программ И даже предложить свою тему для обсуждения Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир И он мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок Хочу напомнить, что у нас и конкурс объявлен Мы предлагаем вам продолжить фразу Плох тот солдат, который не мечтает Я уже чуть ли не подсказала Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире Я с генералом Добрый вечер Вы будете участвовать в конкурсе Или хотите высказать свое мнение об армии? Участвую в конкурсе Отлично Продолжите, пожалуйста, фразу Плох тот солдат, который... Не мечтает стать генералом Не мечтает стать генералом Ну, действительно, очень, мне кажется, легкий вопрос Но спасибо большое Пригласительный билет на двух человек на выставку Живописи «Земля и небо» Во дворец Румянцевых Паскевичей Достается вам Как вас зовут? Давайте познакомимся Здравствуйте, Юлия Юлия, очень приятно, что вы нам позвонили Спасибо вам большое Ну, вот такие были конкурсы и розыгрыши Наталья, ну это ж... Вы, наверное, заканчиваете эти конкурсы и розыгрыши А вы хотите продолжить? А я хочу, как военный комиссар Гомельской области Предложить свой вопрос, на который жду оригинальный ответ В ходе нашей передачи Попробуйте на него ответить А вопрос следующего характера Что бы сделал Робин Гуд, если бы, не дай бог, его назначили военным комиссаром? Ой-ой-ой-ой-ой Попробуйте ответить на этот вопрос Дорогие друзья, каковы были бы действия Робин Гуда, если бы его назначили военным комиссаром? Ну, вы пофантазируйте 34-22-43 Звоните, пожалуйста, в студию Мы продолжаем нашу программу И вот сейчас, конечно же... Это какой приз-то будет? У нас есть журнал «Армия» Это журнал «Армия» Хорошо, от военного комиссара будет поясной ремень кожаный, натуральный Я вообще удивляюсь Дорогие друзья, мне кажется, вариантов должно быть множество Звоните, пожалуйста, 34-22-43 Времени осталось немного до окончания нашей программы И вы знаете, вот мы много говорим, разные проблемы сегодня пытаемся обсудить, хотя бы затронуть Вот военно-патриотическое воспитание Вот мы когда говорим об армии, то все время вот эту фразу вспоминаем И, в принципе, как бы не звучали уже вот затерто, да, вот эти слова Но это действительно явление, о котором надо поговорить и сегодня в нашей программе Потому что это все-таки важная роль в повышении престижа воинской службы Я хочу пригласить в эту студию председателя общественной организации «Белорусский союз офицеров» Геннадий Григорьевич Зайцев У нас в гостях Геннадий Григорьевич, добрый вечер Присаживайтесь, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе Патриотическое воспитание, как я уже сказала, для многих слишком размытое такое выражение А вот вы, как офицер, вот что вы вкладываете вообще в это понятие? Ну, я бы, Наташа, так не категорично не судил, что там оно слишком размытое понятие Потому что давайте исходить с того, что вообще-то патриотизм Это самое глубокое чувство, которое воспитывалось веками, тысячелетиями каждого обособленного народа, нации И что оно под собой несет самые главные заповеди, это любовь к родине Краю, которым родился, и готовность защищать эту родину Если мы посмотрим на нашу жизнь, на нашу Беларусь Вот, что это патриотическое воспитание, это целый комплекс, будем говорить Как и экономических, как и идеологических, так и культурно-духовных мероприятий Скажите, ну вот на ваш взгляд, как можно укрепить в обществе вообще имидж армии, чтобы вот такая повестка, с чего вы, в принципе, начали сегодня нашу программу, она вот не пугала призывников и их семьи Ну, я бы сказал, что по укреплению имидж армии, но то, что делается у нас в государстве по укреплению имидж армии, то, что делает само государство, то, что делает открытость вооруженных сил Значит, наши вооруженные силы сейчас, по-моему, самые открытые вообще, если брать по всех отношениях Нет тех аспектов воинской жизни или казармы, которые были бы закрыты от общества Комитет солдатских матерей курирует эти вопросы жизни и бытовой наслужащих Государство делает все возможное, конечно, в пределах того, что экономических возможностей, которые есть в государстве Но учитывая наши государства, без нефтеносных, так будем говорить, без этих полезных ископаемых, работающих чисто на интеллекте, на труде народа Итог указывает, какое великое вложение для того, чтобы армия была достойна, армия была боеспособна и была готова защитить интересы государства Вот это слова офицера хотелось бы, да, чтобы... Я считаю, ну, наверное, это три основных момента должны быть Это правильно, воспитание патриотов, первое Второе, это совершенствование до призывной подготовки И третье, это повышение мотивированности военной службы Повышение, она среди военнослужащих по контракту, она достаточно мотивирована Надо заняться теперь срочной мотивацией, срочной военной службой Чтобы люди понимали, зачем тут это Не просто это должно быть долг священный, за который мы все аплодируем Не просто должно, по моему мнению, еще какие-то быть мотивы, может быть даже льготы Тем военнослужащим срочной службы, которые добросовестно выполняют свой долг Ну вот мы ждем ваших предложений на следующей программе Хорошо? У нас есть телефонный звонок Неужели это вариант ответа на вопрос нашего полковника? Давайте еще раз повторим этот вопрос Дорогие друзья, вам слово, пожалуйста Дорогие друзья, слушаем... Да, пожалуйста, что бы сделал Робин Гуд в случае, не дай бог, если бы его назначили военным комиссаром? Не дай бог... Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте познакомимся Здравствуйте, говорите, пожалуйста У нас есть звонок? Молчит наш телезритель, куда-то отошел Алло? Да, здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста Григорий Вячеславович Григорий Вячеславович, скажите, вы знаете ответ на вопрос? У вас есть какой-то вариант? Хотите вот получить в подарок? По поводу По поводу, внимание, так, хорошо, зачем позвонили к нам на передачи? Нет, 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 нет Алло, вы здесь? Да, я вас слушаю Мы вас слушаем, вы позвонили на передачу, ответить на вопрос, мною поставить Скажите, пожалуйста, мы сегодня говорим про армию, у вас есть какая-то точка зрения на этот счет, свой вопрос нашим гостям, или вы хотите принять участие в нашем конкурсе? Я вообще-то хотел вопрос задать комиссару Говенского военкомата Слушаем, слушаем вас внимательно Почему служба в армии не зачитывается в трудовой стаж мужчинам? Актуальный вопрос, спасибо большое Спасибо за звонок Ну, к сожалению, вы немножко юридически неправильно выразились В трудовой стаж засчитывается служба в армии, но в страховой стаж, который влияет на пенсию, сегодня срочная военная служба, к сожалению, не засчитывается Я поэтому и говорил о мотивированности Почему она не засчитывается? Потому что не делаются за солдат срочной службы отчислений в фонд социальной защиты населения, из которого выплачиваются пенсии гражданским людям Поэтому-то на сегодняшний день и проводится работа Министерства обороны совместно с нашим парламентом, чтобы на законодательном уровне ввести вот этот вот, рассматривают этот вопрос Какой будет результат, я вам сказать не могу Но то, что это рассматривается, готовятся эти предложения, это точно есть Спасибо большое Наш телезритель еще с нами, подскажите, пожалуйста, или нету телезрителей Ну что ж, дорогие друзья, время очень мало, 34-22-43 Кто хочет получить из рук все-таки главного военного комиссара области? Я так понимаю, это будет настоящий ремень Офицерский ремень, поясной, как положено С пряжкой, да Пожалуйста, ждем ваш вариант ответа на вопрос, что бы вы сделали, что бы сделал Робин Гуд, если бы вдруг стал военным комиссаром Все правильно говорю, да Ну, любой вариант ответа принимается, время мне подскажет, у нас есть телефонный звонок Добрый вечер, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста Может быть, это вариант Здравствуйте Здравствуйте Сейчас вы попробовали ответить на вопрос Ну давайте, мы слушаем вас снимать А как вас зовут, во-первых, скажите, пожалуйста Алена, меня зовут Алена, ну, я так понимаю, что отношение к армии у вас далекое, но, может быть, вы про Робин Гуда все знаете Ну, отвечайте Ну, возможно, может, он бы отбирал повестки у богатых, вручал бедным Молодец, 100% ответ А почему я говорю, не дай бог, потому что с такими военными комиссарами мы боремся очень серьезно Потому что, ну, нельзя это так делать У нас повестки получают все, независимые от их финансового положения Спасибо А что, Алена, скажите, пожалуйста, как вы распорядитесь подарком, который получите из рук военного комиссара Подарить кому-то или на стенку повести? Это все-таки будет ремень Это будет очень приятно Так как... Память А у вас есть мужчины, которые могут носить этот ремень? Я думаю, оценю я это застойно А вы знаете, она скрыла это, да Спасибо вам большое, пусть сама разбирается Но я думаю, что вам позвонят, да, и договорятся об этой встрече Спасибо, дорогие друзья, за участие в нашем конкурсе Время остается очень мало Я очень хотела бы затронуть еще один вопрос Который касается вот Союза офицеров Какие конкретные мероприятия сегодня, на ваш взгляд, просто необходимы И какие вы проводите, вот чтобы повышать вот этот патриотизм нашей молодежи Чтобы действительно укреплять вот имидж нашей армии Чтобы какие-то примеры действительно были Во-первых, у нас мероприятия, чисто, как говорится, брать по Белорусскому Союзу офицеров Все мероприятия проводятся под эгидой Белорусский Союз офицеров для страны патриотов в России Далее, все те мероприятия, которые... Пропаганда героиков, патриотическое воспитание Пропаганда боевого опыта Пропаганда стурбо-вооруженных силах конкретно Подвиги народов в годы Великой Отечественной Еще самое важное, потому что это объединяет людей Их как историческая прошлость И самое, что у нас, Дангомеричи, дано вообще и в Белоруссии Что отличие может быть под других наших соседей Проводится комплексно Проводится в том, что все объединения, которые по патриотической направленности Вместе, совместно с органами власти Эти объединения проводят совместно Не каждый где-то тянет это дело на себя И вот эта комплексность работы позволяет Потому что участвуют разные поколения Комплексность работы позволяет целенаправленно вести, готовить людей Ну, это понятно, это общие такие мероприятия Как бы ваша общая концепция А вот смотрите, она молодежь, да, сегодня наша Она же такая продвинутая, да И вот она, вот идеалы у них какие-то вот такие тоже Очень слишком современные у наших школьников Может быть, как-то вот стоит все-таки подумать И использовать какие-то более современные методы сегодня Их методы вот общения с наших молодежью Это вопрос очень интересный, Наташа Вопрос в том, что, как говорят по этому вопросу Вот как раз этим аспектом мы и учитываем Стараемся учитывать Вопрос в том, что если они, когда приходят выступать в школы Во-первых, подготовка самих выступающих Потому что очень сложно Поколение было взрослое Были одни требования И приходить, рассказать, что в наше время Не то, что нынешнее племя Да, да Поэтому обычно стараемся выступать От молодежи От их потребностей, вопросов От уровня их информированности и так далее Тех же взглядов Во-вторых, вопрос в том, что Как правило, здесь, конечно, с одной стороны Помогает, с другой стороны, конечно, большие И вреда на волосы То, что интернет Потому что там и распространяется Различное И вот этот ворох информации, интернета И псевдоинформации, реальной информации Порой заводит Вы знаете, его можно использовать Направить в мирное русло Я вот знаете, какое Хочу вам сделать предложение Давайте придумаем компьютерную игру И назовем ее Служба в нашей армии Так, эти игры есть А, такие игры даже и есть На сайте Министерства обороны И танки принимали И детям об армии Есть вопросы таких То есть это все уже работает И ИЛ-2, и сейчас и далее И соревнования организовываются Проводятся по интернету Положительные 36 сайтов Министерства обороны На различной тематике Пожалуйста, доступны для всего населения Всего мира Спасибо большое Это тоже бывает польза Особенно в этой вот Игре танки World Tanks и все прочее Там дошло до того, что Мало того, что они тактику действий Совместную изучают Применяют и все прочее Даже некоторые покупают Танки наиболее навороченные Для того, чтобы более Можно было эффективно Выполнить задачу Если еще и призывники Будут приходить с желанием Купить себе боевую технику И на ней служить Я думаю, что Я как военком Могу это только приветствовать Вы знаете, передача заканчивается Есть еще один сюрприз Для наших зрителей Коротко, если можно Ваше пожелание призывникам И их родителям Людмила, давай с тебя начнем Давайте Вот женщины не всегда быстрее Наташа Ты еще когда женщина мудрая Ты знаешь, мне бы хотелось Чтобы наши мальчишки Вырастали настоящими мужчинами И для этого Воин это почетно Ну и ты этим в принципе все сказал Да, этим я и все сказала Спасибо большое Что скажет наш союз офицеров сегодня? Я хотел бы пожелать одно Сказать одно Ребята, станьте настоящими мужиками Не надо бояться того Чем вас пугают Поймите одно Что служба в армии Это не только конституционный долг Он полезен для каждого из вас Познать себя И не считайте, что это потерянные годы Спасибо вам большое Андрей Валерийович Как всегда мой любимый армейский слоган К призывникам, детям, к их родителям Мускул свой Мозги, дыхание и тело Тренируйтесь в пользу Для военного и патриотического дела Дорогие друзья Вы знаете, я хочу еще Вот зачитать сообщение Романа Я служил в армии Вернулся другим человеком Там я понял, что такое ответственность Там я научился справляться с трудностями Вы знаете, вот в то время Как мужчины, да, вот спорят И кто-то ищет какие-то возможные Невозможные способы Чтобы не пойти в армию Девочки наши Надевают мундиры и погоны Зачем? Спросим об этом Воспитанницы кадетского училища Я хочу пригласить в студию Ксению Сдрог Встречайте, пожалуйста Ксения, добрый вечер Очень рада видеть тебя в нашей студии Ты учащийся 10 класса кадетского училища Все верно? Скажи, почему ты выбрала военное училище А вот не художественную школу, например? Потому что я считаю, что женщины тоже могут служить в армии И могут защищать свою родину А в училище поступила, чтобы доказать это А как ты вообще относишься к женщинам в погонах? Может быть, у тебя есть какой-то личный пример? Читала в книжках? Я читала в книжках То есть относишься хорошо? Сама хотела бы служить в армии? Хотела бы Хотела бы, вот так вот Ну что ж, я знаю, что ты хорошо поешь И даже участвовала в финальном концерте В фестивале «Армейская звезда» Вот вместе с Юлией Мастич Понравилось тебе там? Понравилось Ну что, женщина в погонах Дорогие друзья, так называется песня Которую исполнит прямо сейчас Курсантка кадетского училища Ксения Сдрог Курсантка кадетского училища До до у nicely longs of дня Курсантка кадетского училища В море и на суше, в ротах батальонах Мы отчизне служим, женщины в погонах Стройные и не очень, рыжие и блондинки Но в военной форме все мы как с картинки Армия без женщин, что в солдат без каши Ах, оставьте только пересуды ваши Мы окопы роем, мы и раны лечим Мы боеспособность нашу обеспечим Может быть мужчины в армии уместны Но в военном деле нет мужских профессий Потому и служат народных просторах Лучшие из лучших женщины в погонах Армия без женщин, что в солдат без каши Ах, оставьте только пересуды ваши Мы окопы роем, мы и раны лечим Мы боеспособность нашу обеспечим Армия без женщин, что в солдат без каши Ах, оставьте только пересуды ваши Мы окопы роем, мы и раны лечим Армия без женщин, что в солдат без каши Ах, оставьте только пересуды ваши Мы окопы роем, мы и раны лечим Мы боеспособность нашу обеспечим Мы боеспособность нашу обеспечим Мы боеспособность нашу обеспечим Субтитры сделал DimaTorzok